Кук-тэ-куль-ды-камаляк, дож-казан-да-сумаляк Поют песни, иногда танцуют, но главное, кто-то один постоянно помешивает содержимое казана. Так, под постоянным контролем готовится национальное блюдо сумаляк. Варят его исключительно на открытом костре. Строго соблюдается и рецепт этого блюда. Сумаляк – это сладкое блюдо. В его состав входит пророщенная пшеница, вода и мука. Кстати, последний ингредиент добавляется уже непосредственно во время варки. Конечно же, образуются комочки, их нужно хорошенько разбить. Используются вот такие вот венчики. Кстати, на приготовление сумаляка уходит около суток. По преданию, это блюдо приготовила бедная женщина, чтобы накормить своих голодных детей. Она налила в казан воды, бросила туда несколько речных камушков и пучок травы. От усталости она заснула, а когда проснулась, увидела, что содержимое в казане превратилось в смесь, похожую на повидло. Почитая это и вспоминая предков, соблюдается и еще одна традиция. Перед сумаляком, это по обычаю, прорытки делали, перед сумаляком нешотные лепешечки. Ну, жарят они. После жарки уже, который с мукой, молочка добавляется, и вот начинаем сумаляк варить. Сумаляк варят только в марте, в преддверии праздника на Урус. В Нижнекамске его отметят 19 марта. Как всегда, гостей будут встречать возле Дома народного творчества. Вы многое теряете, если не придете. Этот праздник, тут и угощение, и торговля. Очень хороший тюркский праздник. Приглашаем всех горожан на этот праздник. Начало концертные номера, вернее, начало в 10 часов, в 11 часов пролог, потом полностью уже начало концертные номера в 12 часов. Там же можно будет и угоститься блюдом сумаляк. К этому времени оно как раз приготовится. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.